Огонь. Этим словом сейчас стало модным выражать свое удовольство или поощрение чему-либо. Хорошо помыли машину – огонь. Грамотный макияж у девушки – тоже огонь. Но с огнем, как известно, шутки плохи. И один там в поле не воин. Нужна поддержка. Немного бензина. Огонь зажигалки переходит на лист бумаги. А потом занимается дерево. Через 10 минут пламенем охвачена вся конструкция. Это не акт вандализма и не репетиция масленичных гуляний. Евгений Исупов готовится продемонстрировать в действии новый самосрабатывающий огнетушитель. Огнетушитель вишня – это шар в диаметре 180 мм, весом примерно 3 кг. Это самосрабатывающий порошковый огнетушитель. На корпус выведен запальный шнур. При контакте запального шнура с открытым пламенем срабатывает пиропатрон, который находится внутри огнетушителя. Происходит равномерное распыление тушащего порошка по объему 36 кубических метров. Либо, если в квадратных метрах, то это площадь 12 квадратных метров. Два экземпляра ждут своего часа, вернее минуты. На тушение этого пожара много времени не потребуется. В сравнении с классическим огнетушителем, наш огнетушитель вишня выигрывает тем, что он прост в использовании. Его достаточно просто забросить в очаг возгорания. Огонь сам приведет устройство в действие. Вам не нужно искать никаких дополнительных рычагов, не надо выдергивать никакую чеку. Вам нужно просто забросить и вызывать специалистов в МЧС. Эксперимент начался. Забрасываем вишню в огонь. Засекаем время. Взрыв через 3 секунды. Облако белого порошка накрывает очаг возгорания. Пламя гаснет. Это мог быть угол вашей квартиры, бани, гаража или любого другого жилого или складского помещения. Такой огнетушитель можно использовать везде. Это сарай, это частный дом, в квартире. Везде. Потому что он является первичным средством локального пожаротушения. Везде, где может быть очаг возгорания, абсолютно везде подходит этот огнетушитель. Вообще для гордости есть повод. Изобрели этот пожарный снаряд в России на базе института МЧС. Аналогов в мире нет. Простой в использовании и неприхотливый в хранении. Выдерживает перепады температуры от минус 50 градусов до плюс 50. Вишня может спасти жизнь. Дело всей жизни – деловой офис. Он может устанавливаться в том числе и в офисных помещениях. Каким образом? Количество вишен на помещение рассчитывается очень просто. Если офисные помещения, давайте возьмем 120 квадратных метров, то в это помещение надо примерно 10 штук. Почему? Потому что я уже раньше сказал, что площадь тушения у этой вишни 12 квадратов. От себя я бы добавил, что вишня может стать неплохим подарком для автоледи, например. Все-таки в критической ситуации искать заветную чеку на огнетушителе, а потом еще и тушить самостоятельно пожар – не очень простая задача. А химчистка салона или покраска одной из деталей кузова обойдется все-таки дешевле приобретения нового автомобиля.